Так, и вот сейчас, в данное время, как видите, тут постоянно вот это, когда идет дождь, и когда у нас начинается дождь, вот это весь песок, он весь туда смывается. У нас постоянно вот эта грязь на тротуарах, и все вот так. То есть не чистится, получается, никогда. Как бы мы ни хотели, у нас всегда здесь вот это идет. Ну здесь вообще, вообще непонятно, что это. Это что такое вообще? Ребята, смотрите, кусок асфальта, говорят, при динозаврах, как будто топтали его. Это идиот, понимаете, это и ходить, а зимой вообще здесь ходить нельзя. То есть мы ходим, во-первых, мусор выбрасываем, вот туда нам дали. Так мы ходим, в каких-то условиях, понимаете, как будто мы эти экскурсии совершаем, чтобы нам выбросить мусор. Понимаете, вот это тоже очень такое. Нам сказали, ничего страшного, ходите. Короче говоря, у вашего дома сейчас номер 5 по московской нет практически детской площадки никакой. Нет, почему нет. Там дорога, здесь дорога. Почему нет? Вот эта площадка на все 5 домов, да? Получается она, да. И вот этот вот московская 10, огромный дом построен, они тоже здесь играют, да? Даже, по-моему, оттуда приходят. А вот эта поляна пустая, что? Ну вот детская площадка вот там. А эта вот поляна пустая, что? У нас вначале хотели детский сад строить, а потом вот это вдруг решили, заборчик вот этот открылся. Да, я помню, даже у вас проходили тут, как послушали. Вот это кошмар. А что-то вот с этим нужно нам порешать, вот мне кажется, вот с этим, да? Вы знаете, они не просто это, это такая вот грязь и вода, и, в общем-то, одним словом, но вот дождь, если начинается, то все идет вот туда все стекает. Ну, представить можно, да. Понятно, пойдем посмотрим дальше. А что здесь вы предлагаете, вот здесь что нужно сделать? Здесь, я думаю, это несанкционированная стоянка, вот идет проезд машин, она въезжает в машины, такие, знаете, вот стекает. Они вообще не должны везеть, по идее, сюда. Они едут сюда. Ребята, вот остатки от детской площадки, тут видите, штыри тут все остатки, откачали, откачали. Вот здесь останки, да, это вот, потому что в сооружении было. А с туда без разницы? Да. Ну, вот на большинстве, у нас очень деревья, очень много деревьев. Вот, вот это вот, едут сюда, едут, едут движения, идет вот эта машина. Знаете, вот это вот, просто вид, как вообще можно? Ну, жутковато смотреть сюда, безусловно. Да, это только... Если бы у меня было такое во дворе, я терпеть бы не стал, конечно, это, конечно. Ну, очень хорошо, что у меня с маминой, я, друзья. Вот здесь тоже, друзья, вот одни остались, трубочки забетонированные. А ну, в общем-то так, при обращении, вот это наша, сказать, центральная, да, как ее назвать. В общем, здесь вот постоянно, да, подстанция, если у нас иногда свет отключается, а машины вообще вот так просто стоят. Сюда какие машины ездят? Наверное, те, которые на вокзале не помещаются, да, на работу. Да, проходной двор тут видно, да. А, вечером очень много машин, видимо. Как рынок, авторынок тут какой-то сделали. Важно, это просто проездной, вообще, знаете, вот у меня, когда... Проездной двор, все понятно. Они говорят, вы обратитесь в БДД. То есть мы будем, вот, вот это едут сюда. Ну, ямы, друзья, ямы такие, да. Прекрасно. Все, кому не лень, здесь паркуются ночью. Едут вот туда, вот, пожалуйста. То есть вот это полностью. Ну, как, как, друзья, можно вообще выразить, вот это кошмар зимой. Даже если, смотрите. На газоны ставят, вот, пожалуйста, все стоит на газонах, здесь все на газонах. Да, вообще, практически, ребята, все газон, все стоит на газонах. Никому дела нет. Он не чистится, и вот эта вся трава, в общем, нарушается, экология. Вот они, во-первых, вот это масло, оно там течет. Прямо под машин. Очень часто. У нас, знаете, какие были, когда, значит, стоят машины, и цветные, вот такая вот эта, бензин. Да, ребят, все на газонах стоит, деревья все порубили. Вот, когда порубили деревья. Остатки опять основания детской площадки, опять это, вот такая, бардак, конечно. Ну, что-то. Вот это вот безобразие. Еще раз повторяйте. Оно каждый год, оно хуже, хуже и хуже. Русские горки тут, или американские горки, скорее всего. Да, слушайте, удивительно, конечно. Допустим, а нам надо пройти мусор. Идем здесь, во-первых, у нас скользко было. Знаете, вот здесь вот вообще не пройдешь, скользко. И грязь. Когда дождь грязь, а когда зимой, ну, придешь. Ну, смотри, смотри. А вообще жители-то кроме вас-то хоть немножко проявляют какую-то... Есть мои... Активность там. Которые... Ну, есть моя соседка, мы с ней стараемся. Ну, как говорится, как можем. Алина Михайловна, соседка, вы стараетесь. Райсы у вас здесь. Очень активный был этот двор, вот насколько я помню, как раз когда обсуждалось строительство детского сада. Да. А сейчас я так поняла, что все как-то успокоились, да? Да, друзья, все, да, запах автомобилей, бензином. Вот это у нас было. Автостоянка какая-то вообще. Со всего мира тут машины, смотри, американская тачка стоит. Старинная, вообще офигеть просто. Правильно, грязь, вот именно так. Посмотрите, вот здесь у нас запрещено. Это же только для... А, это же тротуар идет. И они заезжают по тротуару, заезжают, друзья, вот на эту стихийную автостоянку. Вот это просто момент. Нормально. Вот это момент, который... Вы знаете, это... И вот они... Тротуар вот здесь пришел. Да, да, да. Вот, ребят, тротуар для пешеходов. Они вечером просто в наглую и вот с этой стороны, и по центру тротуара, где могут ходить дети, бегать. Просто заезжают и все. Нормально. При мне лично, иногда вот через переход, и прям при мне, с электрички, и сюда машина у них где стоит. То есть люди, которые к этому двору отношений никакого вообще не имеют, устроили здесь автостоянку. Вот это, как несанкционированное, как ее назвать, и остальное... Незаконное стоянка, в общем, да. Незаконное и превращается вот в этот ад. Да, все, все разломали весь двор. Все разломали. Понятно, они будут ставить машину. Ну, какой-то порядок нужно же навести. Они-то не виноваты, но виновата здесь власть, которая вообще плюнула на этот двор. Да, да. Вообще непонятно почему. В общем, вот именно, вот правильно вот это вот выражение. То есть, вот, знаете, это, ну, знаете, это даже стыдно, а вот обычненько говорят, ой, за границей так, ну, извините, если бы вот я лично когда была в Германии, или вот у меня... Нет, там такого этого не позволят. Там, понимаете, за это, знаете, все наши управляющие, все наши, которые называются благоустройством, они бы получили бы очень большое наказание. Да. И все. Ну, благоустройством здесь и не пахнет, и никогда здесь не было никакого благоустройства. Спасибо.